Министерство обороны России подвело окончательные военные итоги субботнего удара так называемой коалиции по Сирии. Итоги, прямо скажем, неутешительные для участников коалиции. Впрочем, есть мнение, что они так и хотели. Как говорится, с какой стороны смотреть. Информацию с радаров российских военных для журналистов расшифровывал генерал Игорь Коношенков. Его внимательно слушал мой коллега Иван Прозоров. После заявления американского президента о том, что все выпущенные ракеты достигли целей на территории Сирии, в российском Минобороны представили детальный отчет той самой атаки, которую устроили США, Великобритания и Франция. Наши военные эксперты обследовали места падения ракет, а также детально изучили работу сирийской системы ПВО. И информация, которую сегодня здесь озвучили, в очередной раз подтверждает, что эффективность той бомбежки, о которой, так говорят западные лидеры, сильно преувеличена. Эти снимки говорят сами за себя. Здесь, по словам Игоря Коношенкова, те самые базы Барза и Джеромани, по которым били США и союзники. Вот только разрушение, мягко говоря, не соответствует бравурным западным отчетам. Боевая часть ракеты «Тамагавка», в зависимости от типа, несет до полутонны в тротиловом эквиваленте. Даже несколько таких зарядов стерли бы здание с лица земли. А тут даже стены где-то уцелели, при том, что было объявлено о пуске 103-х крылатых ракет. Согласно официальным заявлениям представителей оборонных ведомств США и Великобритании и Франции, все удары 14 апреля планировались якобы исключительно по трем сирийским объектам. То есть, по 30 и более крылатых ракет и ракет класса воздух-земля на каждую цель. Вместе с тем, подобные заявления вызывают большой скепсис. Как видно на фотоснимках, характер разрушений данных объектов абсолютно не соответствует количеству попадания 30 и более крылатых ракет или ракет класса воздух-земля. Более того, проведенная обследованная территория этого и других объектов не выявила ни такого количества обломков и осколков боеприпасов, ни соответствующего числа воронок. Да и в целом, любой военный со скепсисом отнесется к заявлению, что все без исключения ракеты обошли системы ПВО. К тому же есть видео, где снят такой перехват. Что же в реальности зафиксировали российские эксперты? Крылатые ракеты были выпущены с воды и с воздуха, из Красного, Средиземного морей, Пересидского залива и сирийского района Эттан, в который незаконно удерживают американские войска. Вот только целей для удара США и союзники наметили больше. Не только объекты, которые без суда и следствия объявили обителью сирийского химического оружия, но и военные цели. Включая аэродромы, сирийским ПВО удалось уничтожить 71 ракету из 103. По аэродрому Дювали удар наносился четырьмя ракетами, четыре уничтожены. По аэродрому Думеев удар наносился 12 ракетами, 12 уничтожены. Аэродром Шайрат из 12 целей, 12 уничтожены. По аэродрому Хомос удар наносился 16 целями, 13 уничтожены. По самим же научно-исследовательским центрам в Барзайе, Джермании, сообщили в Минобороны, было выпущено 30 ракет и управляемых авиабомб. Сирийские ПВО уничтожили 5 из них. То есть почти на всех объектах, прикрытых противовоздушным колпаком, отразили атаку. При том, что на вооружении в Сирии состоят комплексы еще советской разработки, произведенные больше 40 лет назад. Зенитно-ракетные комплексы ОСА, Стрела-10, С-125. Но система ПВО, восстановленная при участии российских специалистов, была на высоте. Особенно эффективно сработал новый зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», который в последние годы Россия поставляет в Сирии для укрепления противовоздушной обороны. «Панцирь» выпустил 25 ракеты и поразил 23 цели. Комплексом «Ибук» было выпущено 29 ракет, поражено 24 цели. Комплексом ОСА выпущено 11 ракет, поражено 5 целей. Комплексом С-125 поражено 5 целей, выпущено 13 ракет. Комплексом С-200, 8 ракет было выпущено по цели, ни одна не попала. В Министерство обороны подчеркнули, нулевой показатель комплекса С-200 никого не должен вводить в заблуждение. Он скорее предназначен для поражения носителей ракет, то есть самолетов. Иван Прозоров, Алексей Матюшкин, Эмир Тазудинов, Дмитрий Синицын, Светлана Ведяшкина, Первый канал. И вот об ударе по Сирии, который не состоялся. Лондонская «Таймс» сообщила, британская подлодка «Астюд» собиралась, но не выпустила крылатые ракеты. Из-за того, что ее преследовала по крайней мере одна, а возможно и две российские субмарины, которые на Западе за трудность обнаружения окрестили черными дырами. Поясню, по натовской классификации это лодки проекта «Варшавянка». Они на вооружении нашего Черноморского флота. Не атомные, но это не должно вводить в заблуждение. Их присутствия хватило, чтобы британский атомный ракетоносец, имеющий на борту 20 томогавков, не запустил ни одного.